Вот, представь детскую часть себя, да, вот не реализованную, реализованную, которую вот мама не любила, да? У тебя же мама в детстве била, правильно? А папа бил? Не, не бил. А надо было лупасить тебя, чтобы ты синий ходил, понял? Чтобы ты сесть не мог. Ты же такой шалтай-болтай в школе был. Тебе же надо было просто отсекотиться. Так ты до сих пор думал поинт. Нет, ты что, маме протесты устраиваешь? Типа, нет, мам, я не буду ложиться спать в 11, мне уже 22. Витя, подожди, а когда у тебя день рождения? Скоро жишь уже, да? 14, да? Ого, это ты уже взрослый будешь, да? С девочками гулять начнешь, да? Мороженое в месяц. Что тебе будет разрешать родителей, типа, гулять, уходить? Да? На дискотеке. Хорошо. Витя, Витя, кто у меня играет? Подскажи мне, пожалуйста. это так ты на дискотеке теперь боже да ведь это конечно все хотят 22 стукну до это тоже совсем взрослых попозже всего серьезно говорить так ведь оно нужно поговорить откуда берутся дети блин ну пап давай не будем ну просто такой нет сиди так а что ты на день рождения у деда мороза заказал это вороже на день рождения чтобы он на новый год пришел хотя папа не амбициозно что тебе папа машину наверно подарена игрушечка с кока-колой понял а там внутри будет бутылочка подожди это те родители зашел же бокал шампанского выпить на это ну детского типа и настоящего конец что-то даст даже эх помни свои 22 тебе сейчас не так не через два месяца 23 знал что-то ну окей два с половиной так я уже взрослых я уже на дискотеке ходил в 22 понимаешь типа ну да я уже каждый день на дискотеку хожу с девочками мороженое кушаю там в кафе хожу в кафе мороженое жену себе на заводе ищу понимаешь работа не дает постоянно чем-то занят конечно могу строить себе личную жизнь поэтому я просто с ними гуляю там знаешь кафе хожу мороженое я нет а не да периодически и ты уже взрослый сейчас станешь понимаешь уже не до таких шуток оставляем твое детство вот позади так скажу боже ты тебе еще 21 эти дамы слаждаются серьезно 21 такая красивая цифра серьезно вот когда знаешь к 23 ты только знаешь смотришь только ладно когда 22 и ты такой 21 прошло студенческие гора закончить вот и чем-то занимался свой студенческий ты что чем ты должен был заниматься ты ж в одиннадцать спать ложишься видишь какой естественно мы с тобой даже в игры не играем понимаешь вот до чего докатилась я первые пять минут пробирался я думаю в полном росте по себе сутки спорта блин это теперь тебе мама посуду будет заставлять в медиссу блин это теперь сам будешь посуду туда положить боже какой ужас летят ты понимаешь взрослая жизнь она уже вот слышишь запах да все сломали пацаны это теперь тебе из ворот дадут выходить это ты в росте еще даже боже это что амбал какой вырасти 14 лет вырасти да ладно даже я на пол сантиметра подрос за последний год я там был 181 час 181 в школе когда-то был сам вторым после Ни Китюка, да. А потом Петрос как дал рост. Он амбал, ты что прикалываешься? Он на голову выше, чем я. Ты ему в пупок там будешь дышать, понял? Ну как иметь Китюку в принципе, в пупок. Такого удобного роста, так сказать. Это тебе уже, наверное, невесту надо в школе искать? В классе пятом буду спрашивать, типа, интересует, не интересует. К мамам подходить, типа, вам жених не нужен, у меня есть тут Витя. Вашей маме и зять не нужен. Вашей маме и зять не нужен. Они будут, конечно, сначала про меня думать, типа, говорить, да, потом будут твою фотографию показывать. Да не, она еще маленькая. Он еще маленький. Тебя уже можно подыскивать по технику невесты, да? К 27, так сказать, стрельнет. Ну ты заходи там, ну, в школу, перейдись. Выбирай, у меня сейчас как раз одиннадцатый класс выпускается, уже можно будет, знаешь, типа, так сказать, на содержание взять себе студенточку. Как ты вообще-то рассмотришь тварианта? В лет 17-18 победа. Она еще, конечно, тоже, ну, замороженным ходить, конечно, на страну не сможет, но... Но в кафе можно. Ты подумай, пороскинь ножгами, так сказать, как курс-кобей. Блин, это ты невестку при ней приведешь скоро домой. Маму с папой будешь в дом для престарелых выживать. Ну ты, сволочь, и тебе, конечно. Я так и знал, конечно, что ты такой, знаешь, с изюминкой, так сказать. Но не настолько же. Только находи сразу с пропиской в Киеве. Хорошо? Отдай, 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 отдай! Не знаю, отдай, на команду играть! С пропиской в Киеве. Чтоб у меня, знаешь, не было скрытого мотива. Даже с сестройщины или с бочевовки, ничего. Тебе нужна сильная женщина, ты-то сам по себе тюфяк, понимаешь? Поэтому... Я бы даже сказал маменькин сыночек. Вот поэтому... Если такая будет, которая с сильной волей, то она железная. Кто-то ж должен, так сказать, выбирать мороженое. Вкус. за тебя. За тебя. Вот. То есть, трещина, большой ловко, это твоя такая, знаешь, типа, таргетинг, целевая аудитория. Типа... Как это называется? Что ты хочешь? Еще есть маркетинговая... Не-не-не-не. Это Двачовый станк про мужика, который, типа, этот... Каблук. Только... Ну, не каблук, но, типа... Не суть. Блин, я не понял, как это называется. Хорош! Да не вы! Вот. В общем говоря, да. Вот, типа, ищу там, типа, девочку. Взрослые уже. Тоже, чтобы, как мне, уже разрешали гулять до вечера. Вот. Вот. 22 годик. Сейчас бы Тяночку с ручечкой или холодными, понимаешь? Забраться в ее этот хрупкий мир. Но не разрушать его. Бледненькую, худенькую. С холодными ручечками. Я не помню весь этот мем, но, типа... Ну, да, есть такой. Не, ведь Тян не нужен, понимаешь? Тян, это вот... Для социальных вот этих вот всех, понимаешь? Как по мне, так это вообще выдумка, знаешь, что Тян нужен. Куколды, вот, точно. Куколды, типа, которые... Это те, кто эти... Те, кто... Под женщин, типа, провисают. Вася, ель! Подержи! Да. Как-то так они называют это. Вот. Как-то так тебе. Потому что ты ж там погибнешь, фиг. Ты ж не адаптируешься. Ты ж привык к тепличным условиям в оболоне, когда нож в спину не влетает, в принципе. А может, да? Ну, может. Ну, ты походи там не ночью. Ты помнишь, мы там с тобой ночью туда приезжали, помнишь? Утром. Помнишь, что там творилось, мужик? Это был вторник. Это был только вторник. Представь, что там по пять месяцев творится. А что в Софийской обычно? Так тем более. Софийская, это нормально это. Ты считай загород. А мы в этом. В маршрутку зайди с утра, там на Софийской бочководке, а? Которая идет, наверное, на этот, на Киев. Ну, и что? Ну, зайди туда. Посмотрим, сколько так ты дней сможешь заходить в эту маршрутку и выходить оттуда живым. Это мировой рекорд. Всю жизнь. Пока не убрешь. Это как на урановые рудники ездить, понял? Плюс-минус по сложности, опять же. Ну, или это как в маршруточку, знаешь, в Ирпене зайти на Киев. Понял, в Ирпене, в Буче на Киев. С утра там, в семь утра, когда все едут на работу. Там же миллионы этих маршруток. Ну, и людей там тоже миллион, так сказать. Ну, может, миллион не наберется, там, может, тысяч сорок человек живет. Больше? Триста. Ты серьезно? А чего так много? Можно, можно. Да, сами делай! А чего ты балонка? Позже! 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 Я думаю, что там балони больше. Если еще там переселиться и прочего, это Баверпения может быть и больше В Исландии живет... В Исландии 40... Да, я знаю В Гренландии 40 тысяч живет Я понимаю Но население на этом острове 40 тысяч человек Причем там... Ну да, я понимаю Так на этом леднике самые чисто исторические эти скандинавы Почему я боюсь, что это уже единственные скандинавы, которые я понял исторические Потому что в Гренландии на нее особо не было высадок и прочего Ну войны там особо не бывало В силу этого население первобытное Когда были эти... Когда викинги плавали в походы, они же были... В общем... Викинги же когда уходили в плаванье, они же типа до фаунгла доплыли... Но они там не смогли закрепиться Их эти индейцы оттуда выдворили Викинги они что, а скандинавы? Ну... практически 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 Так как на тот момент чумы не было... Еще в помине... Так как это 2000-е, 1900-е годы То с индейцами, конечно, воевать вообще без понту было... Знаешь, какое примерно население индейцев было на момент вторжения Колумба и Испании в Северной Америке? Только в Северной, не в Южной Знаешь, сколько? Лярд Как они их не вынесли? Хороший вопрос Сейчас расскажу Раз ты таким вопросом задался... Я тоже задался таким вопросом В определенном моменте думаю, блин, лярд Там в Испании... Ну, типа там во всей Европе столько населения не было, сколько было в Северной Америке И даже, типа, с причем того, что они были с сомнительного качества жидкостью и палками в руках Знаешь, типа, в виде оружия, там, луки и прочее А у этих... А у испанцев уже был порох Причем того, что они торговались даже с индейцами, ну, за порох, понял? Типа, они же выторговывали у них золото, типа, пряность... Ну, не пряность, а этот хавчик и прочее за оружие Вот Объясняю На тот момент, а это уже эпоха просвещения Точнее, нет, еще не пришла эпоха просвещения Вот как раз вперед В Средневековье же, ну, как бы, прогресса особо уж не было И в силу того, что застоялась, так сказать, застоялась кровь в жилах Надо было прочистить... Ну, ты помнишь, ты читал Брауна, он там это описывал Прочистить, как бы, стадо, проредить И тогда появилась чума Ну, я не думал, что я кто-то специально синтезировал Знаешь, на этот момент вряд ли это было возможно И сделать такой вирус Ну, болезнь Пустите Ну, тогда была чума И народ поболел К тому моменту, как, этот Ну, кстати, это не первая чума, которая была До нее было так, еще чумы две точно Вот Но вот та вот черная, типа, которая перекосила пол Европы Точнее, большую часть Европы Там не пол Европы погибло Там прям очень много людей погибло Знаю, знаю, знаю Знаю Вот И при переселении в Америку Да Да Сейчас, извини, у меня Да Спасибо Слушай, ты помнишь, мне Корниенко отдал, а забил Назар Назар, еще раз чей гол Я сделаю, Сухарь Сухарь, я сделаю Сухарь Это по Бенкам? Да Спасибо Севилья забил Где? Это Севилья Нет Севилья Здесь Лестер и Вестер Это по Бенкам У меня два У меня два Молодец Здесь Встали Встали Решил в Вестхем, да? Да Шире Шире Нет, не Вестхем Да, Вестхем Добенко-Корнеенко. В силу того, что в Европе на тот момент очень мало места, и, скажем так, уже произошла такая беда, что королева Испании профинансировала Колумба, и они хотели открыть новый путь в Индию, а не как получилось. Они начали экспансию этими поселенцами, теми, кому места не было в Европе, они начали экспансию в Штаты. А в Штатах, естественно, им немножко мешали. Ну, не в Штаты, а в Америку. Назар, все нормально, не вышел мяч? Все окей. Я не знаю, не вышел мяч. Все, продолжай. Подожди, стой, стой, стой. Я не имею права отмечать? Давайте играть! Иди к своей команде. Иди к своей команде. Иди к своей команде. Иди к своей команде. Иди к себе. Иди к своей команде. Иди к своей команде. Вот, в общем, и поначалу у них действительно были такие мощные терки, особенно с ацтеками, когда они золотой город грабили. А потом произошла такая фриколюбка, пришла чума вместе с переселенцами. И 90% населения Северной Америки, не имея иммунитета, выкосила чума. Некоторые умирали даже не увидев испанцев, понимаешь? До них не доходили, типа, поселенцы. И 90% выкосила чума, я думаю, что больше. То есть, ну, нельзя же полностью посчитать, типа, сколько народу перебило. Ну да, если бы не чума, то, в принципе, то, в принципе... Британия? Нет, не полностью. Чего? Большинстве, в конце концов, да. Под испанцами, португальцами, британцами, из Франции. Ребята, успокойтесь, все нормально, не спеши. Кто еще? Нидерланды проводили тоже колонизацию. Ну, в общем, государств, которые колонизировали, ну, Америку, было очень много. Ну, просто, как бы, неудачно. Не у всех удачно-то получалось. А те, у кого административный аппарат был получше, те, как бы, справлялись. В итоге у за Британией осталась Канада. Австралия? Ну, Австралия, Канада, Индия. Тоже же была захвачена полностью Британией в свое время. Не, на самом деле, типа, британцы ультрамощные, при учете того, что они, коренное население, это Англия, вынесли, ну, саксов. Ла-Манш же же тоже под Бриташкой. В общем, ну, не хватает там, ну, да, большая часть Америки, вот, перекосила чума. Просто фартануло, что вот так вот. Слезоотсущенность. Что-что? Слезоотсущенность. Ну, типа того, да. Слезоотсущенность, да, все, да, конечно. Не, я представляю, что там за трошечина вообще творилось. Типа, ну, прикинь, ну, они вымирали просто пачкой. Во-первых, это не очень крутое зрелище. Венки черные, все красиво, типа. Кровью плюешься. Да, точечка. Тупо точка. Причем, понимаешь, человек упал в нужный момент. Красота, просто умеет. Сейчас лезть, старичек. В 1-1 идет. В 1-1 идет. Седьмой Седьмой Здорово, Лёха, веди, веди Нас есть Нас есть Здорово, подача Давай, давай, выше По одному Смотрим Вот Ну, комментатор слева от тебя Я понял, Назар подходит, такой, ты кто такой вообще Чё ты, чё ты говоришь, кричишь Ну, Риле-то у меня ещё не вышло, он кричит что-то Зачем Двадцать восьмая минута Двадцать восьмая минута Не знаю, ничего странного У меня Назарий С Назарем всегда дольше матчей получает Ну, это понятно Значит, мы две минуты опоздали Семёнов Блэдь Так, 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 пошёл Включай, так Поварищ Так, вот, впереди Право, право Это триста Всё, всё, всё Поперёд Пусть так 25 процентов в час минут что? в час минут правильно сейчас меньше естественно но судя по ветру то мы будем первые кого в Киеве накроют не, ну проверь сейчас синоптик проверь начинай вот а потом конечно в колониальной Британии в Америке там вообще было все в шоколаде очень много дерева очень много сырья земля не тронута ну типа практически не тронута ну типа когда говорят что индейцы там жили в гармонии с природой ты трясешь? да ну извини пожалуйста этот вот когда говорили что типа индейцы жили в гармонии с природой вообще ни разу вообще с ними не жили в гармонии не выжигали леса чтобы перегонять типа эти чтобы бизоны типа переходили куда им нужно ну типа в тюрьме как будто или переводит следующий дым под